ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 пообщаются. До свидания. Ситуацию, я думаю, мы решим этот вопрос. А вот так вот каждый вечер мы рекомендуем, может, две недели? Ну, я же вам говорю, мы будем по этой ситуации разбираться, я думаю, мы этот вопрос решим. А куда мне потом обратиться? А... Куда обратиться? Ко мне обратитесь. Хорошо. Придёте ко мне на приём. А что, проверьте, это наш телефон? Да. Да, да. Я надеюсь, что вы увидите. Ну, будем надеяться, конечно, надеяться. Ну, конечно, конечно, разобраться. Кстати, Николай Тимофеевич Иванович, что-нибудь известно стало? Потому что у меня шумевшего случая, вы сразу не поняли. Пока ничего, пока ничего. Сегодня мы должны были выписать. А что там произошло так, что вы сказали? Ну, мы пока не можем сказать, что там конкретно произошло. Это знает только он. Ну, как вызывали там события? Только с его слов. Только с его слов. Только с его слов. И частично подтверждают его слова люди, которые вызывали скорую, которые его обнаружили там. Почему он выяснился? С его слов, если ему верить. Он приехал туда, с Новой Одессы. По-моему, там он обитал в последнее время, как он говорил. Вообще, с Кировоградской области, где-то, не помню уже, какой-то населенный там села. Приехал, ему подсказали, что где-то в районе Коренихи можно найти работу. Хорошо. Да. Поехал он туда, вышел, пешком, шел пешком, дошел до Коренихи, потом думает, что я тут буду делать ночью? Пойду я назад. Вернулся назад. По пути встречает мужчину, который просит у него закурить. Он ему дает закурить, и они расходятся. Через время, этот мужчина, который брал закурить, находит его лежащим на обочине дороги, сидел курил. Спрашивает того, что ты здесь делаешь? Он говорит, там вот ноги отрезали. Он говорит, когда-то, я же себя видел, мы же называем. Вот так вот обрезан. Он называет скорую. Скорая, ждали, скорая нет. Он говорит, пока скорая будет ехать, я поползу к Николаю. Приехала скорая, забрала его, завезла в больницу. Но, почему у нас, нашли мы этого человека, который, действительно, встретился, брал закурить у него. Да, он на самом деле, говорит, когда шел, жена пошла вперед в баре, где-то там сидела, за ней, пошел за женой, встретил этого, спросил закурить. Действительно, взял закурить, пошел, где-то часа через три возвращались назад. Говорит, смотрю, лежит, смотрю тот же, которого я брал закурить. Ну, естественно, разговор я передал, какой состоялся, вызвали скорую. Но, в чем сомнения великие во всем этом? Во-первых, ну, у него были когда-то больные ноги, действительно, там лечили, в этом селе, выезжали в это село, разговаривали, опрашивали, где он, в Кировоградской области. Раз. Второй момент. 2005-2007 год, этот человек, в Николаеве, на коляске, попрошайничал, на инвалидной коляске, проживал в это время с женщиной, пожительством. И эта женщина не знала о том, что он не инвалид. Два года с ним жила. Однажды ушла из дома, пришла домой, стоит пустая коляска, его нет. Через время, через несколько лет, она его встречает на центральном рынке, говорит, ты же больной ты большой, ноги парализованы. Она говорит, у меня брат в Киеве, поехал в Киев, подлечил. Потом увидела его на велосипеде. Тут много, слишком таких, вот знаете, совпадений, которые не укладываются. Нелогичные. Нелогичные. Он видел его на ногах, когда ушел, а через три часа уже без ног. За это время, допустимое здоровье. Он поясняет, что ехал какой-то в УАЗе, таблетки, скорой помощи раньше были. остановились. Мужик, ты куда? Город, садись под беду. Сел, водитель и три человека. Якобы его там ударили по голове. Потом он начнулся от того, что... нет, нет, даже нет боли. Он начнулся, посмотрел по сторонам, Якобы его выкинули, он смотрит, у него нет ступни. А в Мехике что? В Мехике говорят, что... Свежие раны, не свежие раны. Да, свежие, свежие раны, отрезанные, причем отрезаны профессионально. Без повреждений костей, без ничего, по составам. Была анестезия, как положено, обкалывали, есть следы от инъекций. Мы уже выясняли ситуацию. Что значит профессионально? Ну профессионально, по суставам, аккуратно отрезаны. Не ломали кости, не пилили там ничего. То есть у нас человек, который раньше с мужем работал, то ли с животными, то ли с пузьми, то ли врач, то ли ветврач, то ли месник. Мы консультировались в центре микрохирургии в нашем. Нам поясняли, думали может в качестве... Трансплантации. Трансплантации. Да, да. Кому-то, да. Ну нам пояснили, что они никуда не идут. Единственное, тоже по слухам мы же говорят, что это может на запчасти, сухожилия, может еще что-то оттуда, с этой ступни. Нам пояснили, ничего этого нельзя сделать. Никаких запчастей туда вытащить, не сами ступни. Ступня, которую могут пришить, но только ступня родная. То есть, если человеку оторвало ногу или отрезало, то эту же ногу можно пришить. Если чужую ногу, то никогда она нормально не пришит. Это было с конца мая, да? Да. Это было с 30-го, по-моему, на 31-е мая. Ну, до сих пор работаем. До сих пор работаем. До сих пор работаем. Продолжим have been the most selective máquinas, Продолжение следует...